Это место устрашает. Глубокие ямы напоминают свежевырытые могилы. В нескольких метрах жилые дома. Местные говорят, давно обходят эту территорию стороной. Глубокие провалы – это брошенные погреба. Когда-то в них хранились оленя и овощи. Теперь место зарастает отходами. Чего сюда только не бросают. Бытовой мусор, детские игрушки, покрышки. Вот такая глубина этих ям. Примерно 2-3 метра. Если днем их еще можно разглядеть, то даже страшно представить, что может случиться в темное время суток. Часто здесь гуляют не только взрослые, но и дети. Провалы, по словам людей, появились, когда начали реконструировать набережную. Всех собственников предупредили. Еще осенью гаражи будут сносить. Подвалы нужно освободить. Жители рассказывают, в попыхах вытащили все, что смогли. А что не успели, побросали. У нас дачи, а с дачи привезли девать некуда. Места-то не дали нам. Вот с дачи привезли картошку, хутрепку пой. И куда ее деть? Капусту. Вот сейчас гниет она, лежит некуда. Но куда ее деть? И морковка стоит в кулях. Куда ее деть? В коридоре стоит. Вонь разводим. Своих погребов лишили сотни жителей судостроительной. И самое обидное, ради чего? Лишь небольшую часть заменила новая парковка. Остальное так и осталось пустовать. Многие не понимают, как долго будет этот бардак рядом с новым местом отдыха, которое изменилось до неузнаваемости. Мы думали, что дорога здесь будет. И все ждали этого. Начали убирать. У нас у соседей убрали здесь гараж. Сказали, как лишний, что мешает. Поэтому все. И мы такие все, все в надежде, что у нас же одна дорога здесь на вход. И все. Ну это так и осталось. У нас же начинается, а потом все бросается. Печально, что мы с этим рядом живем и ничего не делается. В районы администрации заявили, большинство подвалов вырыты незаконно еще в советский период. Долгое время ими никто не пользуется. Поэтому они пришли в аварийное состояние и, попросту говоря, обвалились. На следующий год будет рассматриваться вопрос о ликвидации этих погребов, то есть об их засыпке. А пока место здесь опасное. Глубина некоторых провалов достигает пяти метров. Поэтому людям надо быть внимательнее и лишний раз здесь точно не гулять. Екатерина Павленко, Павел Патрицын, Енисей. Новости.